Привет, студенты! Хотите знать, что творится в стенах Казанского Федерального и за его пределами? Что значат все последние события и к чему они приведут? Все это и не только мы расскажем детально и со всеми подробностями. Меня зовут Аделя Шамилова. Сегодня в выпуске. Во время выходных двери Альма-Матера остались открыты. Казанский Федеральный принимает будущих абитуриентов. Эта борьба будет прекрасна. КФУ выбирает самую красивую студентку. Эти блины были не комом. Казанский Федеральный отметил жаркую масленицу. Старшеклассникам Казани пора определиться с будущим. Кем стать и куда пойти учиться. Решать эти вопросы в последний момент не получится. Именно поэтому Казанский Федеральный еще раз напомнил, в чем ценность высшего образования. Все подробности прямо сейчас. 26 февраля в КСК КФУ Уникс состоялся общеуниверситетский день открытых дверей для школьников и будущих абитуриентов, желающих поступать в КФУ. До начала мероприятия гости знакомились с материалами, которые отражали яркую студенческую жизнь институтов Казанского Федерального, стратегические направления развития, основные достижения и перспективы будущей профессиональной карьеры. На этом традиционном мероприятии его участники не упустили возможность получить самую актуальную информацию, как говорится, из первых уст. Проректор по образовательной деятельности КФУ и руководители различных структурных подразделений помогли гостям составить максимально полное представление о насыщенной жизни Казанского Федерального Университета. Мы недавно провели опрос студентов на предмет того, если бы сегодня вы поступали в Казанский Университет, поступили бы вы еще раз. 83% студентов, первокурсников, второкурсников, ответили «да». И это очень хороший показатель, ведь мы все понимаем, что экзамены надо сдавать, что учиться в университете, особенно такого уровня, как Казанский, не так просто. В выступлении проректора по образовательной деятельности особый интерес у гостей вызвали достижения Казанского Университета за последние годы. При этом Дмитрий Таюрский подчеркнул, что КФУ на сегодняшний день является одним из ведущих университетов страны современной научно-исследовательской и материально-технической базой, социально ориентированной программой развития и инновационной стратегией. Мы и в спорте, и в культуре, и вообще в социально-воспитательной работе занимаем первое место в Российской Федерации. Добро пожаловать в Казанский университет, и я очень надеюсь, что вы станете полноправными его хозяевами. Последний звонок, выпускные экзамены и долгожданное студенчество уже не за горами. И поэтому школьники не упустили возможности посетить день открытых дверей в старейшем вузе России. Будущие абитуриенты собрали много полезной информации о Казанском федеральном, чтобы сделать осознанный выбор своей будущей профессии. Аделя Шамилова, Тимур Табиров, Универньюз. Борьба за звание Мисс Казанский федеральный университет 2017 продолжается. Как идет подготовка к финалу, узнавала Анастасия Иванова. В малом зале концерта в зале Уникс прошел второй тур кастинга самых талантливых, красивых и амбициозных студентов Казанского федерального университета. 36 участниц, которые накануне удивили членов жюри, сегодня пришли вновь блистать на сцене концертного зала. На этот раз они проявляли себя в творческом выступлении, доказывая, что именно они достойны участвовать в финале конкурса «Красоты, грации и творчества» Миска Фулл 2017. Мы показывали свои таланты, кто на что был гораздо, это правда. И уже по итогам его хотели отобрать первоначально 12 девочек, но жюри было покорено, и нас целых 16. Наш университет любимый дал нам отличный стартап для возможностей, по итогам которого мы сможем пойти куда-то дальше, возможно, принять участие в каких-нибудь еще конкурсах «Красоты». Поэтому это прекрасный опыт. Конкурсанток ждет насыщенная подготовка. Уже сейчас жюри активно дает советы, как необходимо вести себя на сцене, чтобы запомниться зрителям. Также уже прошли видеосъемки визитных номеров и фотосессии. Готовят конкурсанта к финалу никто иной, как Мисс Татарстан 2017 и вице-Мисс Татарстан, кстати, студентка Казанского федерального. До финала остаются считанные дни. Кто же станет носить титул Мисс Казанского федерального университета 2017, узнаем 3 марта. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Новости никогда не стоят на месте, а тем более в интернете. Чем сегодня удивляет Рунет, мы увидим в нашей традиционной рубрике Вейп-Ньюз. Для того, чтобы Казанский федеральный университет мог конкурировать с ведущими мировыми научно-образовательными центрами, университету выделят почти 850 миллионов рублей. Принятое решение направлено на повышение качества российского образования. В Елаборском институте КФУ создана Ассоциация иностранных студентов. Данная ассоциация должна содействовать созданию условий для учебы, проживания и обеспечения правовой помощи. Лига студентов объявляет о старте конкурса на владение профессиональными навыками юридической специальности. Среди студентов Республики Татарстан юрист года. Заявки на участие принимаются до 1 марта. Шотландец снял в заливе Ферд оф Форт Тюленя, который решил покататься на байдарках. На днях завершилась масленичная неделя. О том, как сотрудники Казанского университета отметили этот праздник, узнавала наш корреспондент Анна Глазунова. Так и просятся строки Александра Сергеевича Пушкина. Мороз и солнце, день чудесный. Особенно в лесу подмечаешь всю красоту природы и замечаешь, насколько тут тихо, что можно даже услышать свое дыхание. И только один раз в году эту тишину нарушают масленичные гуляния. Песни, танцы, пляски. А самое главное – блины. Круглые, румяные, горячие. Ведь именно они – самые важные на этом празднике. Блины я сама напекла, потому что я думала, что будет конкурс. Самый большой блин напекла, самый вкусный, самый красивый. Самый большой у меня такой размер. Очень большая сковородка, двумя лопатками. Масленица – это самый древний праздник, который до сих пор отмечают с большим размахом. В это время все готовят блины, накрывают на стол, и такое веселье продолжается всю неделю. Мы очень любим этот праздник, потому что это зима, такие ощущения, мороз, горячие блины. И так все здорово, мы любим блинчики, горячие на костре, сразу свеженькие, со сгущенкой. А еще со сметаной, медом и вареньем. В общем, на любой вкус и цвет угодить с таким обилием блинов и начинок можно каждому. Здесь каждый желающий может не только попробовать блины, но и приготовить их сам на такой вот необычной плите. И может быть готовить дома блины гораздо удобнее, но здесь намного интересней. Помимо вкусных блинов, гостям предлагались и различные конкурсы на силу, меткость и точность. Каждый находил занятия себе по душе. И дети тут всегда знали, чем заняться, участвовали в конкурсах, играли в снежки, катались с горок. Ну и конечно же, после таких игр на свежем воздухе, за обе щеки увлетали блины и согревались горячим чаем. Я сегодня пела на Масленице. Мне нравится, что все веселятся, как бы все собрались, веселятся и играют. Масленичные гуляния проходили на территории астрономической обсерватории. Все сотрудники университета так прониклись атмосферой праздника, что сами выходили на сцену и пускались в пляс. Этот праздник мы рассматриваем как один из способов сплотить коллектив вокруг своих общих задач, общих идей, для того, чтобы люди не только трудились вместе, но и отдыхали и, наконец, почувствовали, какая красивая у нас природа, что такое обсерватория университета. Одним из важных ритуалов является сжигание чучела на костре, но не менее ответственны и наряжение самой куклы. Раньше их одевали в старые и рваные костюмы, считалось, что это может избавить людей от бед и неприятностей. А сейчас чучело облекают в различные наряды. Ну и по традиции в конце праздника Масленица происходит сжигание чучела на костре. Это такой своеобразный обряд прощания зимой. А еще это символизирует начало чего-то нового. Для кого-то Масленица связана с весельем и массовыми гуляниями. Кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Для каждого Масленица своя, но именно она объединяет всех любителей блинов и веселья вместе. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом мы заканчиваем. Вы смотрели самые обсуждаемые темы дня. И не забывайте, мы вас видим. Пока-пока, не пропадайте и держитесь поблизости. Субтитры сделал DimaTorzok